МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТАЛАНТ АВИАКОНСТРУКТОРА Александра Яковлева был многогранен. Он решал задачи, которые порой казались невыполнимыми. Часто приходилось начинать с нуля. Так было при работе над первыми советскими вертолетами. Осенью 1951 года в Кремле состоялось совещание с участием ведущих советских авиаконструкторов и руководителей правительства во главе со Сталиным. Обсуждался перспективный план развития авиации на ближайшее десятилетие. Большую тревогу вызывало серьезное отставание Советского Союза в области вертолетостроения. Лидером в разработке геликоптеров, в переводе с греческого винтокрылых летательных аппаратов, в 30-е и 40-е годы была Германия. По заказам Люфтваффе производились две модели вертолетов. Фоке-Агелес-223 Драхе и Флетнер-282 Калибри. Их использовали в качестве учебных, транспортных, связных, спасательных, разведывательных, поисковых машин, корректировщиков артиллерийского огня и охотников за подводными лодками. Один трофейный Калибри достался Советскому Союзу. В течение некоторого времени он использовался как учебное пособие на кафедре вертолетостроения Московского авиационного института. В СССР экспериментальные работы с геликоптерами велись с начала 30-х годов. Различными конструкторскими коллективами были созданы оригинальные модели винтокрылых машин. Они совершали пробные полеты, в отдельных случаях демонстрируя неплохие характеристики, но в целом были весьма несовершенны и непригодны для практического применения. К началу 50-х такое положение дел уже не устраивало руководство страны. Ситуация усугублялась тем, что США и страны НАТО широко использовали вертолеты в военных целях. Во время войны на Корейском полуострове стоявшие на вооружении американской армии геликоптеры применялись в качестве разведывательных, транспортно-десантных и спасательных машин. Вертолеты, садясь на пятачки земли и взлетая с них, зависая в воздухе, были призваны по замыслу военных компенсировать врожденные недостатки обычных самолетов. Сталин, узнав о широкомасштабном применении винтокрылых машин армиями потенциального противника, обратился к ведущим авиастроителям. На завещании в Кремле возникло предложение сделать крупные военно-транспортные десантные вертолеты. Были собраны все конструкторы авиационной техники, но в результате дебатов Туполев и Илюшин отказались сразу выполнять эту тематику. И резюме Сталина было, что занимаются этими вертолетами Милевская АКБ и АКБ Яковлева. У нас были наработки до начала этих работ по вертолету. В 1945 году был сделан маленький геликоптер-вертолет Якше, шутка его называли, но на нем он немножко полетал, попрыгал там. Аппарат на этапе проектирования и производства сменил несколько названий, последний из которых звучало как изделие ША. Кто-то из сотрудников ОКБ, узнав о проектировании вертолета, спросил, это что, шутка? Ему ответили, нет, это серьезно. Будем строить геликоптер, обозначение ему дадим изделие ША, шутка. Так необычное название прижилось. Для этого экспериментального аппарата конструкторы избрали оригинальную двухвинтовую соосную схему. Опыта проектирования подобных машин в мире никто не имел. Разработанной теорией аэромеханики соосного винта даже не существовало. Все приходилось начинать с нуля. Конструкция вертолета неоднократно перерабатывалась. Хвостовое оперение то ставили, то снимали. Через два года, не добившись серьезных результатов, проект свернули. В феврале 1948 года приступили к созданию вертолета Як-100. Он был выполнен по классической одновинтовой схеме. Через два года машина прошла государственные испытания с положительной оценкой. Однако в серийное производство был запущен вертолет Ми-1 КБ Михаила Миля, показавший более высокие летные данные. После совещания в Кремле 24 сентября 1951 года КБ Яковлева приступило к работе над транспортно-десантным вертолетом с уникальными по тем временам летными данными и грузоподъемностью в 4 тонны. Конструкторы отказались от классической схемы и стали проектировать аппарат с двумя продольно расположенными вдоль оси фюзеляжа несущими винтами. Подобные машины в Советском Союзе прежде не строили и даже не разрабатывали экспериментальных образцов. Проект получил обозначение Як-24. Через две недели, 5 октября, вышло постановление Совета Министров, в котором конструкторскому бюро Миля также поручалось создать одновинтовой Ми-4. Правительство требовало, чтобы основные узлы и агрегаты новых вертолетов, несущие винты, двигатели, редукторы, системы управления, были взаимозаменяемы или идентичны. Проектирование велось на основе широкой кооперации с привлечением нескольких научно-исследовательских организаций, в том числе Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, Центрального института авиационных материалов и Всесоюзного института авиационного машиностроения. Разработку основных агрегатов и их компоновку на обоих вертолетах конструкторское бюро проводили совместно. Хорошая координация позволила завершить проектные работы в кратчайшие сроки. 3 июля 1952 года состоялся первый 10-минутный испытательный полет. Летчики отмечали повышенную вибрацию и вертикальную тряску. Как следствие вибрации, обнаружились дефекты, связанные с прочностью конструкции. Появились трещины и разрушения отдельных узлов. Много было работы по устранению этого недостатка. Были подключены научные силы ЦАГИ, нашего КБ, ЛИИ. И пришли к заключению в результате этих работ, что надо укоротить длину несущих винтов. Были обрезаны у нас винты на 500 миллиметров. И уже в последующих полетах тряска, как таковая, не наблюдалась. Яг-24 стал первым в Советском Союзе двухвинтовым вертолетом продольной схемы. А в период 1953-57 годов самым большим аппаратом этого класса в мире. По мощности двигателей и полезной нагрузке он превосходил все зарубежные машины. Высокие летные данные Яг-24 подтвердил в декабре 1955 года, когда на нем установили два мировых рекорда грузоподъемности. Поведение машины в полете было устойчивым, двигатели работали надежно. По технике пилотирования Яг-24 оказался доступен летчику средней квалификации. В 1955 году вертолет приняли на вооружение советских военно-воздушных сил. В основном он применялся после того, как был запущен в Сирию в войсках, как десантно-транспортный вертолет. На нем возили боевую технику и 19 десантников с полным снаряжением. И также он у нас большую работу проделал в народном хозяйстве. Яг-24. Военный вертолет большой грузоподъемности типа «Летающий вагон». Взлетная масса – 14 140 килограммов. Скорость – 175 километров в час. Практический потолок – 5000 метров. Практическая дальность – 395 километров. Максимальная грузоподъемность – 4 тонны. Экипаж – 3 человека. В 1959 году вертолеты Яг-24 принимали участие в крупномасштабных учениях стран-участниц Варшавского договора на территории ГДР и в районе Киева. В ходе учений Яки-24 выполнили перелеты по маршруту Москва-Берлин и Москва-Киев. Помимо военных существовали и гражданские модификации вертолета. Летающий кран, комфортабельный пассажирский лайнер. Опытная машина в июле 1959 года принимала участие в прокладке трубопровода «Серпухов-Ленинград», работая на заболоченных, труднодоступных для наземной техники, участках. Это был первый случай промышленного использования вертолета-трубопрокладчика. Один летающий вагон принимал участие в восстановлении Екатерининского дворца в Пушкине. Со специально оборудованного Яка-24 кеноператоры отсняли круговые панорамы Марсова поля, Дворцовой и Исаакиевской площадей, набережных реки Нева, пригородов Ленинграда. Всего за время серийного производства было выпущено около ста машин этого типа. За десятилетия эксплуатации Яков-24 не произошло ни одной катастрофы с человеческими жертвами. Создание вертолета оригинальной продольной схемы стало серьезным достижением знаменитого КБ. Не менее удачны были и конструкции легкомоторных самолетов Александра Яковлева. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». КОНЕЦ КОНЕЦ